Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, с воскресным вас всех днём! Ну, были мы сегодня на литургии в Углическом женском монастыре. Теперь мы вот возле своего храма прекрасного Вознесения Господня. Родники, дорогие, у меня все спрашивают, матушка, какие престолы? Храм у нас — центральный престол Вознесения Господня. Правый, правый престол — святого пророка Илии 2 августа праздник. И левый предел — Дмитрия Солунского. Вот, дорогие братья и сестры, три престола. Вознесение Господня, святого Божьего пророка Илии у меня песня есть, и Дмитрия Солунского. Так что нужно... Вознесение тоже у меня песня есть. И Дмитрию Солунскому надо уже песню, значит, писать. И вот ту песню, что мне переслали, тоже буду её высылать. И надо, чтобы делали аранжировку красивую, чтобы был гимн за наш храм. Вознесение Господня в село Охотино. Дорогие братья и сестры, осталось 295 тысяч. Сумма уже уменьшается, уменьшается, уменьшается. И у меня, знаете, такое чувство, что останется, кажется, последний рубль. И я вам скажу, выплатили колокола, колокола. Дорогие братья и сестры, в субботу в 9 часов утра привозят наши колокола. Директор очень сильно просит, чтобы мы рассчитались, чтобы он одной ходкой, одной дорогой положил вот этот колокол. Он очень тяжёлый колокол. Его так сам не спустишь. Там будут специальные рейсы. Мы уже готовим поддоны. Я так надеюсь, что мы его выплатим. Я знаю, что вы, дорогие братья и сестры, мы молимся за вас всех. Ну, может, знаете, может, вас кто-то, соседи, может, кто-то на работе, может, друг, может, знакомые. Пересылайте моё видео, что привезут колокола в село Охотино, Переславской епархии, на этот храм. Я ещё и ещё раз и не перестану говорить, что то воля Божия, что на этот храм пойдут наши колокола. Мы очень сильно хотели с батюшкой переехать из города в деревню, но мы не знали, какой нам Господь даст деревню, какое благословит место. Это место сам Господь и Матерь Божия благословила здесь трудиться. И слава тебе, Господи, что именно в этот святой храм, старинный, намоленный, который нужно отреставрировать, которому нужно крышу всё поменять. Здесь нужно всё и отштукатурить, и всю крышу менять, и кресты красивые поставить. И в середине нужно всё сделать, что Господь с Божьей помощью. Уже многие-многие люди хотят сюда ехать. Мне столько писем приходит. Матушка, есть ли у вас где ночевать? Дорогие братья и сёстры, скоро будет где ночевать. Здесь домик, его уже дошивают в середине, там печку сделают, и будет у нас где ночевать паломника. Господи, Матерь Божия, стояла сегодня такая икона у Богородицы на весь рост, называется «Неугасимая свеча». Говорю, Матерь Божия, пошли мне жертвователей, Господи, помоги, дай им силы и здоровья, а вам всем, чтобы вы сто лет жили, чтобы вы не болели никогда, чтобы Божья благодать на вас была и Божья милость. Ведь вы знаете, дорогие братья и сёстры, кто, как не Матерь Божия, вымолит нас. Ведь кто не любит Божью Матерь, кто не молится ей, тот метарство никогда не пройдёт. Потому что все наши мольбы, все наши просьбы, она идёт к своему сыну и просит за нас. И просит, и просит, и просит. И Господь уже слышит просьбы Пресвятой Богородицы. Как нас Матенька Божия всех воссоединила, чтобы эти колокола были за наших дедов, за наших братьев, за наших сыновей, за наших дочерей, за нашу землю, за нашу церковь православную. Мы умрём, а после нас надо, чтобы что-то осталось доброе. Вот и останутся наши колокола, храм, который мы ещё с вами будем делать. Потому что здесь очень много работы, и нужно нам с вами сделать этот храм. Не отворачиваемся. Я вот сейчас колокола заканчиваю, дорогие братья и сёстры, и храм надо делать нам, чтобы храм надо сделать. Не всё сразу, постепенно, но храм этот надо сделать, чтобы здесь сияли купола, звонили колокола, чтобы люди в любое время дня, суток приезжали и находили здесь успокоение своей души. В этом Божем Храме.